Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Администрация Кирова вынашивает планы по реорганизации дорожного движения в областном центре Об этом в нашем эфире сообщил сити-менеджер Илья Шульгин Цель преобразований, по его словам, сделать город равнодоступным и создать альтернативные пути объезда К примеру, речь идет об улучшении дорожной ситуации на путепроводах по улицам Воровского и Московской При этом глава городминистрации высказал личное мнение по поводу того, кто главный на Кировских улицах Обращаюсь в пользу случаем ко всем автолюбителям Пешеход на улице – главный человек Если видите, даже пусть это не на пешеходном переходе Если видите, что пытается перейти ребенок, подросток, пожилой человек Мама с коляской, папа с санками или там с ребенком Не торопитесь, уступите дорогу От вас не убудет, ничего страшного не произойдет Но человек безопасно перейдет дорогу Это очень важно Трасса 101 Если водитель не был предупрежден о наличии на трассе серьезных дефектов А его автомобиль угодил в яму и получил повреждения Оплачивать ремонт должен собственник дороги Такое важное решение принял Верховный суд Высшая судебная инстанция рассмотрела случай, произошедший в Великом Новгороде Там один из автомобилистов как раз поймал огромную яму После чего на ремонт машины потребовалось более 100 тысяч рублей Владелец дороги, муниципалитет, настаивал на том, что водитель по правилам ПДД Обязан был двигаться со скоростью, позволяющей полностью контролировать авто Но для Верховного суда основным аргументом стало отсутствие предупреждения о ямах Трасса 101 Повышенные штрафы за некоторые нарушения ПДД предложены ввести не только в Москве и Питере Но и в третьем российском городе федерального значения – Севастополе По мнению автора инициативы, сенатора Андрея Кутепова, это было бы разумно Напомню, что в столице и северной столице, к примеру, остановка под знаком Карается штрафом в 3 тысячи рублей, во всех других субъектах в два раза меньше Или стоянка на остановке общественного транспорта – 3 тысячи и 1 тысяча рублей соответственно Ранее депутаты Госдумы пытались отменить такую разницу Ссылаясь на то, что у нас как-никак единое правовое пространство В феврале в России резко выросло число неоплаченных штрафов ГИБДД Показатель, по данным Федеральной службы судебных приставов, дошел до полумиллиона Тогда, как, к примеру, в декабре 2017-го производство было возбуждено порядка 65 тысяч Средняя сумма непогашенного взыскания, говорят приставы, немногим более 1 тысячи рублей Для должников, добавлю, предусмотрено наказание в виде штрафа в двойном размере Либо обязательных работ, либо ареста На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Яха Кирова и в группе программы ВКонтакте До свидания Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин